Вернисаж рукоделия торжественно открыл свои двери для тех, кто любит делать эксклюзивные подарки, а порой рад порадовать себя необычным сувениром. Выставка-ярмарка изделий мастеров города Бреста, как всегда, разнообразна. Равнодушным или без подарка с выставки не уходил практически никто. Это уже, можно сказать, традиционная выставка рукоделия, но впервые мы ее проводим в преддверии 8 марта. И мастера, которые традиционно участвуют в наших мероприятиях, и есть новички, даже если они работают в техниках, которые были ранее представлены на ярмарке, но сами по себе мастера-новички. Ярмарка популярна в городе среди покупателей, среди мастеров, поэтому многие стремятся к нам попасть, потому что это возможность пообщаться и мастерам между собой, ну и отклики от покупателей узнать. В этот раз на выставке-ярмарке не так много старожилов. На прилавках радовала глаз сувенирная продукция начинающих мастеров. Кто-то из них осваивает давно знакомые техники, а кто-то дополняет вернисаж новыми формами, с элементами народной белорусской культуры. Белорусская традиция – это мои истоки. Я как женщина решила попробовать, как к этими истоками прикоснуться. Мне это нравится, я этим занимаюсь недавно. Ну, получается. Попробовала сейчас в этой выставке участвовать. Традиционно в выставках-ярмарках принимают участие ремесленницы-женщины. Однако в этот раз впервые за прилавком появились и представители сильной половины человечества. Удивительные работы из дерева и фанеры. Резные зеркала, детские игрушки, элементы интерьера действительно завораживают. Особенно если учесть, что в своем большинстве работы выполнены вручную, без использования специальных инструментов. Я уже больше десятилетия этим занимаюсь. В школу ходил, 10-11 класс, у нас УПК, деревообработка. Там меня и научили, первая работа была. Часто можно услышать, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. Однако бриллианты – не в прямом смысле слова. Каждый, выбранный с душой подарок, может с легкостью конкурировать с дорогими металлами и бижутерией. Ведь он сделан по-настоящему, от сердца и с душой. Душой дарящего и мастера. Субтитры создавал DimaTorzok